В эфире служба новостей Саров-24 в студии Анна Пилипец. Здравствуйте! Смотрите сегодня в выпуске. Наружная реклама и безопасность на пешеходных переходах прошло очередное заседание городской думы. Удивительные минералы. В городском музее открылась выставка камней из личной коллекции Зейнора Мусина. Быстрее, выше, сильнее. Прошло первенство и кара по легкой атлетике. Далее расскажем обо всем подробно. О наружной рекламе города, мошенничестве с кухонной техникой, безопасности на пешеходных переходах. Криминальную обстановку в Сарове народные избранники обсудили с начальником МВД Андреем Чернышевым на очередном заседании думы. Подробности далее. А реклама и ныне там. Договоры с победителями конкурса на размещение рекламных конструкций расторгли, а разрешение на эксплуатацию отозвали еще осенью прошлого года. Однако щиты города все еще пестрят коммерческой рекламой. Как выяснилось, на заседании думы в правоохранительных органах этим вопросом пока не занимаются, поскольку пострадавшая сторона администрация заявления не подавала. У нас, потому что есть ряд преступлений, по которым проводится проверка без сообщения гражданина, где необходимо наличие письменного заявления, кому ущерб причинен, кто и так далее. Я так понимаю, администрация ущерба, да? Соответственно, если ущерб причинен администрации, она не должна обратиться официальным заявлением, мы проведем проверку, если в действиях виновных установим административное правонарушение или преступление, причем мы установим закон ответственности. Андрей Чернышев рассказал депутатам об основных итогах работы полиции за ушедший год. В частности, мошенничество остается острой проблемой для города. Число таких преступлений растет из года в год. Удельный вес их в прошлом году составил 73%. Не обошли стороной депутаты и довольно громкое дело о мошенничестве с продажей кухонной мебели. Были заказаны кухонные гарнитуры, которые в итоге наши граждане, в том числе, на измайке избирательницы, не получили. То есть, были оплачены средства, стопроцентная предоплата, но ни гарнитуры, ни техники купленные не было. Вот скажите, пожалуйста, как обстоят дела с расследованием этого преступления? Вообще, возбуждено ли уголовное дело по данным факту? Ни денег, ни кухонных гарнитуры в Сыровчане так и не увидели. Как выяснилось, подобные схемы злоумышленники проворачивали не только в нашем городе, но в Арзамасе и других городах. Итог весьма печальной десятки обманутых клиентов – миллионы рублей ущерба. Расследование пока продолжается, рассказал Андрей Чернышев. Когда оно будет привлечено, я не могу сказать, потому что там очень большие объемы следственных действий, очень много потерпевших, очень большой ущерб причинен гражданам. Как минимум средний ущерб – 100 и более тысяч рублей каждого гражданина. Также затронули вопрос частых аварий на пешеходных переходах. Эта причина ДТП в 2021 году лидировала в списке 23 случая. Ей активно займется Комиссия по безопасности дорожного движения. Параметры льготных и потечных программ расширило правительство по поручению президента. С 1 апреля максимальный размер кредита увеличится с 3 до 12 миллионов рублей на покупку новостроек в Москве, Санкт-Петербурге, Московской и Ленинградской областях. Для остальных регионов предельный размер кредита вырастет до 6 миллионов рублей. Льготная ставка по договорам, заключенным с 1 апреля, составит до 12% годовых. Для тех, кто взял кредит до 1 апреля, ставка останется прежней до 7% годовых. По сельской и дальневосточной программам ставки останутся на прежнем уровне 3% и 2% соответственно. В рамках семейной ипотеки кредиты на покупку жилья или строительство частного дома можно получить по льготной ставке до 6% годовых. 30 марта последний день в должности начальника Саровского ГИБДД отработал Александр Косенков. Александр Иванович возглавлял Саровскую госавтоинспекцию 7 лет. С 31 марта временно исполняющим обязанности начальника ГИБДД по ЗАТО Саров назначен подполковник полиции Константин Камынин. Другая важная информация в подборке коротких новостей. Премьер-министр Михаил Мишустин расширил перечень жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов. В него включены Монлуперавир, который применяет при лечении больных с коронавирусной инфекцией. Три формы противовирусного препарата Фивоперавир. Цены на медикаменты из перечня жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов регулирует государство. Всего в список входит более 800 медикаментов. Снижение показателей заболеваемости по гриппу и ОРВИ отмечают среди всех возрастных групп населения в Нижегородской области. Об этом сообщили в региональном управлении Роспотребнадзора. Заболеваемость острыми респираторными вирусными инфекциями снизилась за неделю на 14,5%. Также отмечено снижение заболеваемости COVID-19 на 11%. Управление Роспотребнадзора призывает родителей не отправлять детей с признаками респираторных инфекций в организованные детские коллективы. Саровский драматический театр представил афишу на май. В последние месяцы весны зрители вновь смогут посмотреть драму «Вечно живые». Кроме того, можно купить билеты на новую комедию «Боинг-боинг». Спектакль «Охота жить», «Игроки», «Мой папа Питер Пен» и «Шок». Детям покажут «Белоснежку» и «Семь гномов», «Пудинг на завтрак», «Том на обед» и «Пец на Эфиндуса». Кузнечик ждет самых маленьких зрителей на «Большую мечту маленького ослика», «Серую шейку» и спектакль «Гуси-лебеди». Билеты в кассе и на сайте Саровского драматического театра. 31 марта стартовали продажи путевок по программе детского кэшбэка. По программе возвращается 50% стоимости путевки, но максимально 20 тысяч рублей. Отправить ребенка в детский лагерь с кэшбэком можно будет с 1 мая и на протяжении всего лета, сообщала ранее глава РОСТуризма Зарина Тагузова. Правила участия в программе прежней. Оплатить путевку нужно банковской картой «Мир». На эту же карту вернется часть денег. В программе участвуют как государственные, так и коммерческие детские стационарные лагеря круглосуточного пребывания. Кэшбэк не распространяется на городские лагеря, походы с палатками и экскурсионные туры. По географии ограничений нет. Все предложения представлены на сайте мирпотешествий.рф. Выбирать путевку нужно в разделе «Детские лагеря». С 24 марта библиотека имени Пушкина находилась в эпицентре внимания маленьких саровчан. В дни весенних каникул библиотекари приглашали ребят на интерактивные программы, квесты, творческие мастерские. На очередной встрече школьников познакомили с профессиями сыщика и криминалиста. Найти героя по описанию, разобраться с отпечатками пальцев, разгадать шифры, разыскать улики и распутать историю таинственного исчезновения. Подсело ли такое детям? Мы сначала просили вахтерши, не видели ли они пропавшего мальчика. Потом мы в холле искали улики по описанию мальчика. Мы нашли несколько улик и узнали, где он находится. Перед вами не криминальная история с участием детей. Хотя дети во всем этом действии, конечно, играют главную роль. Для них в библиотеке имени Пушкина прошла игра расследования. На час юные саровчане погрузились в удивительный и загадочный мир детективов. Попробовали себя в роли сыщиков и экспертов-криминалистов. Ребята у нас делились на несколько команд, в том числе и взрослые, которые пришли с некоторыми юными читателями, организовали свою команду. И, в общем-то, у каждой команды был свой путь, свой поиск. То есть кто-то работал с отпечатками пальцев, кто-то собирал информацию у людей, у прохожих, кто-то составлял фоторобот, фотопортреты. Ребята искали малыша из книги «Малыши Карлосон», «Фунтика» и «Буратино». Взрослые в это время в отделе искусства проводили экспертизу и пытались отличить фальшивые картины от настоящих. Игра расследования – это лишь одно из мероприятий, подготовленных библиотекарями в дни весенних каникул. Ребята не забывают детскую библиотеку, идут сюда очень охотно, видно, что соскучились. Да, на протяжении всех дней недели детской и юношеской книги у нас около ста читателей плюс-минус на каждом мероприятии бывает. Цель библиотекарей – погрузить детей в книжную среду с помощью интерактивных программ, видеосалонов, мастер-классов. Ну и просто отвлечь от телевизоров, компьютеров и смартфонов. Здесь интересно, познавательно, весело, поэтому здесь можно найти много новых друзей. А мне нравятся мероприятия, потому что можно проводить интересные опыты, которые можно даже проводить и дома, везде. Что-то новое узнать, рисовать что-то, прочитать новые книги. 31 марта в Пушкинке прошло заключительное мероприятие в рамках весенних каникул «Час читательских идей». Впереди ежегодные библиосумерки и другие мероприятия, встречи и мастер-классы. За афишей Пушкинке можно следить в группе библиотеки ВКонтакте. В городском музее открылась выставка камней и минералов из личной коллекции Зейнура Мусина. С раннего возраста Зейнур Керимович увлекается коллекционированием камней, бабочек, раковин. В Сарове уже неоднократно проходили его выставки. Подробности далее. Одна из самых крупных ракушек на новой выставке Зейнура Мусина – это тритон, размеры которого 53 сантиметра. Коллекционер привез ее из Таиланда. Как сказал сам Зейнур Керимович, такой экземпляр встречается очень редко. В экспозиции в городском музее представлено еще много ракушек, причудливых форм и окрасов, редких, поражающих воображение минералов и камней. Зейнур Мусин стал коллекционировать интересные камни еще в детстве. На досуге и по-любительски, так говоря, увлекся коллекционированием с малых лет. У меня через три дня 85 лет, чтобы представить, что это не за один год, это целая эпоха с военных лет, потому что в 44-м году я в школу пошел. За свою богатую, но события жизнь Зейнур Керимович побывал во многих уголках мира и по традиции привозил из своих путешествий различные сувениры. Потом это переросло в хобби. Автор выставки искал для своей коллекции интересные камни, минералы, ракушки и виды бабочек. По образованию Зейнур Мусин – архитектор. Поэтому на выставке можно увидеть и его художественные работы, на которых он запечатлел страны, города и острова, в которых побывал. Это не просто география, это и посещение месторождений различных, потому что все можно найти только когда это все взрывает, перекапывает, в руду миллионами тонн ворочает с места на место. Ну, а мы тут как тут в поисках обнажений каких-то интересных. Выставка камней и минералов из личной коллекции Зейнура Мусина продлится в городском музее до середины мая. Мероприятие без возрастных ограничений. «Знаю Россию» турнир по скоростной сборке карт прошел в 15-м лицее. Несколько команд из разных школ города соревновались между собой в знании географии нашей страны. На турнире побывала и наша съемочная группа. Спилс-карта представляет собой набор из различных игровых пазлов, которые выполнены в форме регионов страны или отдельной области. С их помощью ребята в увлекательной форме могут лучше узнать свою страну и повысить знания в области географии. В рамках федеральной программы «Знаю Россию» по всей стране проводят соревнования по скоростной сборке спилс-карт Российской Федерации и ее субъектов. Задача участников – собрать карту за максимально короткое время. Это достаточно сложно. Субъектов у нас 85. Поэтому ребята собирают их, ну, так скажем, очень быстро, но сильно подготовившись. Потому что, например, собрать 85 субъектов, особенно в европейской части они мелкие, за три с небольшим минуты, то, что у нас было в прошлом году лучший результат, это непросто. Муниципальный турнир по скоростной сборке спилс-карт прошел в лицей номер 15. Это мероприятие проводят в Сарове во второй раз и впервые при поддержке городского департамента образования. Десять команд из школ города в составе двух человек собирали на время спилс-карту субъектов России. Мне очень нравится вот собирать всевозможные пазлы, а тут еще такая возможность подучить карту России, как-то усовершенствовать свои навыки. И я чувствую, что это мне очень помогает на уроке географии, по-моему. В турнире не имеет значения возраст детей. Собрать спилс-карты могут школьники и седьмых, и восьмых, и одиннадцатых классов. И результаты зависят только от уровня подготовки ребят. Карта, она развивает мелкую моторику. Мы больше знакомимся с картой России, узнаем все больше новых властей, запоминаем их, самое главное. Переходящий кубок городского турнира по скоростной сборке спилс-карт в прошлом году взяла гимназия номер два. В этот раз обладателем кубка стал лицей номер 15. Ребята-лицеисты показали лучшее среднее время, а победителями по параллельным классам стали школа номер пять, лицей номер 15 и гимназия номер два. Лидеров турнира наградили дипломами и подарили набор спилс-карт субъектов Нижегородской области и Российской Федерации. В спортивной школе ИКАР прошло первенство по легкой атлетике среди младших воспитанников. Мальчикам и девочкам предстояло пробежать 100, 600 и 1000 метров и прыгнуть в длину с разбега. На соревнованиях побывала наша съемочная группа. Звучит свисток судьи и начинается забег. Девочкам предстоит пробежать дистанцию 200 метров. Лиза Филатова вырывается вперед, но на последнем круге уступает соперница. В итоге второе место. Но этим результатом Лиза довольна. Девочка пришла в легкую атлетику год назад. Это ее третье соревнование. Я пытаюсь добиваться результатов, в общем, пытаюсь быстрее пробежать свои результаты, чем были раньше. Подготовка в спортивной школе серьезная. Тренировки шесть раз в неделю. Но такой график Лизу не смущает. Главное, что есть результат. В четверг у нас кросс. То есть мы бежим 15 кругов на время. Потом либо работаем с мячами, либо прыжковый коктейль делаем. Например, во вторник мы разминаемся просто. Ну и можем барьеры попрыгать, всякое такое. Вместе с Лизой на старт первенства вышли все воспитанники отделения легкой атлетики 2010 года рождения и моложе. Ребята бежали 200, 600 и 1000 метров и соревновались в прыжках в длину с разбега. Самое сложное, конечно, это 1000 метров. Ну как бы любой человек так считает. Но прыжки в длину с разбега – это тоже технически сложный прыжок. Его тоже надо научиться. Просто так с улицы пришел и прыгнул – не получится. По итогам соревнований на пьедестал поднялись победители в каждой возрастной группе и во всех дисциплинах. Лиза Филатова завоевала сразу весь комплект наград. Первое место в прыжках с разбега в длину, второе место в беге на 200 метров и третье место в беге на 600 метров. И это все, о чем мы успели рассказать сегодня. Следите за новостями города в группах канала «16», в социальных сетях ВКонтакте и Одноклассники. Подписывайтесь на наш канал в Ютьюбе, смотрите все информационные выпуски, авторские программы в удобное для вас время. В студии работала Анна Пилипец. Всего вам доброго и хороших вам новостей. Субтитры подогнал «Симон»